Моторадио представляет Петербургского отделения Мирового клуба Wolf School Два Дмитрия, здравствуйте Добрый день, здравствуйте Я в чем-то ошибся, поправьте меня Ну, президент и вице-президент Отлично Слушайте, у вас мероприятие Мы сегодня и будем о нем говорить Все время отведенное нам Оно состоится уже в этот уикенд, правильно? Да, в эти выходные проходит наш фестиваль Корешка Пати Проходит уже третий день Фу, третий год Будет три дня Он, ну, с 19 по 21 19 это заезд гостей Будет Велком от организаторов Будет музыка Будет стриптиз, будут танцы Вот, вице-президент прямо к микрофону наклонился Чтобы сказать вот это Про вот этих вот девушек Наверное, да И вы успели все-таки, да Вот Потом отдых Там бассейн Кто-то в отеле живет По программе И следующий день у нас Самый Такой забойный С программой С конкурсами Погодите, погодите, Дмитрий Пошу, да, рассказать Да, конечно Мы сейчас все в кучу свалим Давайте мы сначала поймем Где это происходит Как добраться И мы потом повторим это в конце Потому что сейчас люди думают еще Ну, скажут они нам адрес Но А ехать, не ехать Черт его знает Но в конце эфира Я уверен Все наши слушатели Все полторы тысячи Одномоментных И двадцать пять тысяч Суточных Поедут Вы, кстати, сможете Принять такое количество? Конечно А это потому что Билеты продаете? Ну, билеты, да Мы продаем Так как фестиваль проводится На наши личные деньги Никто нам никаких денег не дает Мы сами придумали этот фестиваль Сами его как бы организовываем И, соответственно, как бы берем какую-то плату Это самый, не знаю, наверное Самый дешевый по цене фестиваль в мире Ну, по крайней мере на Северо-Западе точно По стоимости на билет И к нам приехать, чтобы получить Такой положительный там заряд эмоций Там, поесть вкусную корюшку Повстречаться с друзьями А куда, куда приехать-то? Давайте по-подруге Приехать Это поселок, ну, Ольшанники Это дорога на Первомайское Кто знает, это дорога на горнолыжные наши курорты Подождите, вот есть же Первомайское Я по карте смотрел, да? Это вот все, кто едут в Финляндию Они знают, что там заправка была Можно было поесть Ну, чуть-чуть Это старая Выборгская трасса Через Первомайское Потом это была новая трасса Ну да, поворот на Первомайское Там буквально в километре Это трасса Скандинавия Находится Первомайское Еще пару километров И вы в поселок Ольшанники То есть близко-близко совсем От этого места? Это близко, хорошая дорога Скандинавия у нас сделана Что поехать с Сестроецкой стороны Что с Выборгской, ну, выезжать через второй КПП Через Осиновую рощу Там выехал и уже там Даже хочется иногда дольше проехать Когда хорошая погода На такой чудесный фестиваль Слушайте, ну, я понимаю Вы запаслись корешкой Возможно, часть ее уже подгнила Можно ли говорить, что запах фестиваля Будет распространяться И можно даже по запаху доехать Это я пошутил так Ну, конечно, да Мы пошутили, мы понимаем Что корешка, все знают, да Что это свежий огурец По запаху он будет присутствовать Потому что вся корешка будет готовиться на месте А Вы ее где-то, у Вас контракт многолетний Покупаете у рыбаков Да, мы покупаем у рыбаков Сестроецких Контракт с Финским заливом Вот, все заготавливаем Заранее чистим Слушайте, а сколько ее нужно? Приготовить И Вы уже который год проводите И примерно понимаете, что съедят, скажем, тонну Или, например, там, 500 килограмм Ну, на тонну пока мы это не выходим Вот, но килограмм с тонну подготовили Слушайте, а ее едят ведь в самых разных видах И в основном преимущественно, по-моему, жарят Вот я не любитель, не знаток, к сожалению И тем интереснее будет послушать Вашу версию Вот самое распространенное блюдо из корюшки Это что у нас? Может, вообще сырая? Я не знаю Вообще, да, это жареное Но очень многие, как бы, это такие рецепты В Петербурге очень развиты Как бы, это маринованная корюшка Это как минога, еще что-то И их куча, как бы, рецептов Как это приготовить То есть она у Вас уже куплена Уже все уже замариновано И Вы только ждете, пока ее на огонь Или как-то? Нет Смотри, давай я расскажу Ты пока чаю попей Корюшку, ну, тут главное правильно приготовить Вот, мы консультировались со специалистами Они сказали, что в этом году корюшку необходимо проморозить Ну, то есть это такое санитарное мероприятие, которое необходимо сделать с корюшкой Ну, мы помним, пандемия, чтобы омикроны все умерли Чтобы съесть уже безопасно Да, да, да Соответственно, мы эту корюшку заготовили Мы ее почистили Мы ее заморозили Необходимое количество температуры, дней И она у нас готова к употреблению Мы будем ее жарить Мы ее будем в муке обваливать Во фритюре жарить Очень вкусно Проверенный уже нами годами способ Но конкурс у нас Ой, фестиваль у нас музыкально-кулинарный Соответственно, мы гостям будем предлагать Конкурс кулинарный На приготовление блюда с корюшкой А что можно выиграть? Ну, например, Unlimited съесть Победитель Дмитрий рассказал У нас хорошие призы Да, у нас призов мы будем держать еще в тайне Будут призы от наших партнеров От мото-магазинов От салона Барбершоп Да, барбершоп Короче Обучение категории А Вот, то есть у нас будут хорошие призы Ну, достойницы Что значит обучение? Это прямо покупка прав? Это вы прямо не боитесь говорить? Нет, обучение Обучение Возможность пройти, бесплатное обучение Возможность пройти обучение со скидкой И первое место И вручаем права Что такое из призов? Ну, от спонсоров Наш самый главный приз, да, который вручаться будет Я считаю, что это такой один из главных призов Это пояс чемпиона, да, на корюшке Это, он дается тому, кто проводит, ну, очень активно ведет себя на нашем фестивале Он запоминающийся Что этот пояс дает? Этот пояс дает посещение всех дальнейших наших мероприятий бесплатно Корюшка Ну, корюшка, да То есть это раз в году в будущем, да? Ты приходишь, и вы спрашиваете жестко, где билет? Он показывает пояс И на следующий год, через год, через пять лет Он показывает, даже, может, пояс уже не будет носить А просто покажет фотографию, что у него есть Мы все равно этих людей запоминаем, их не так уж и много Слушайте, ну, а поедание корюшки и приготовление поедания Это все-таки основа фестиваля И вот эти рок-группы там, вот эти все лет дзепплин Там, гражданская оборона, кто-то у вас будет, я не знаю Это все вторично, это так, по стоку-поскоку Там, в основном, вся очередь будет стоять к сковородке, так? Ну, на самом деле, хотелось бы, чтобы народ Все-таки шик-музыке было время и корюшки, и этому Музыке и танцам Тогда расскажите о расписании, хотя бы примерном Ну, сейчас мы это Откроешься Мы, наверное, просто можем еще в группу, если вам интересно, выложить программу для гостей Да, конечно, давайте Чтобы все могли потом посмотреть, не на словах переслушать И визуально посмотреть программу мероприятия Вот, а так у нас музыкальная, конкурсная программа Ну, давайте по порядку Пятница, суббота, воскресенье, три дня? Ну да, про пятницу я рассказал более-менее Пятница заезд, пятница ничего не происходит Нет, почему? Дмитрий, я не знаю, не помню, рассказал, не рассказал Что мы проводим фестиваль на территории пансионата Ольшаники Так То есть пансионат Ольшаники, это необходимый, ну, номерной фонд, да? А что это такое? Что из себя представляет пансионат? Пансионаты из себя представляют Это старый пансионат еще с советских времен Принадлежал какому-то заводу, точно не помню уже Ну, у них осталась та база по медицине Ну, конечно, она там уже обновлена Вот Ну, это какая-то огороженная территория Да, огороженная территория Коттеджи внутри, что там? Большой корпус с номерами Вот, большой этот корпус, где находится бассейн Спортзал, сауны Ну, такой спа, можно сказать Вот, бассейн там большой Ну, не маленький, короче, бассейн Озеро? Озеро, да, на берегу стоят бани Ну, то есть, кто из гостей захочет Он может уединиться Там в пятницу не с нами Welcome делать, а спокойно там А у вас куплен весь пансионат, он весь ваш в эти дни? Да, у нас договоренность, что мы Для нашего мероприятия Стараемся сначала продать Ну, номера Тем, кто заинтересован именно в фестивале Ну, вот у людей страшная картина рисуется Приходите, вы здоровенные мотоциклисты Вытаскиваете этих несчастных стариков Из коек, из номеров Все это неведомо куда увозится И освобождается для, там, вот этого вашего действия Нет? Нет, ну там заранее все Как бы Ну, пансионат, в смысле, что там пожилые люди страшные Нет, 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 это, ну, как название На самом деле, туда приезжаешь Вот, ну, мы иногда ездим туда сами отдыхать Там довольно-таки Много детей Много родителей приезжает с детьми Там есть для детей Мастер-классы всякие То есть там кинотеатр есть большущий Где они крутят программу Аниматоры То есть там хороший пансионат, современный То есть это не тот пансионат Может быть, слово само по себе пансионат, оно такое лукавое База отдыха, дом отдыха, территория отдыха Ну, как назвать? Ну, не знаю, мне кажется, пансионат это нормально Да, подходит, отлично Хорошо Итак, в пятницу заезд Заезд, да И в пятницу уже, уже можно будет поесть и корешки И уже так начать привыкать, да? Или еще нет? Или у вас все будет? У нас по программе пансионата в пятницу от пансионата ужин Ужин с 6 до 8 полноценный Трехразовое питание у них То есть первое, второе Первое, второе компот, да И, соответственно, все гости, которые купили посещение с номерами, да Могут спокойно заехать после работы Отужинать и дальше уже готовиться к нашей программе мероприятий Ну, все равно, все мероприятия основные Это все-таки суббота, да? Все-таки, наверное Не сказал бы Вот в пятницу всем очень нравится наша дискотека Которую мы проводим на территории пансионата Там большой холл Вот, у нас будет специально приглашенный диджей Женка, да? Вот, у нас, ну, вот, культурная программа стриптиз, да? Там несколько выходов Гостям тоже очень нравится Дети уже в это время должны спать Соответственно, мы На территории пансионата где-то там найдем место, чтобы устроить вэлком всем приехавшим и с проживанием И просто Вэлком, я правильно понимаю? То есть рюмочка Будут, да, закуски Закусочка, рюмочка, да И дальше вот Это входит в стоимость билета Это входит в стоимость билета Два Дмитрия Запоминать легко Президент и вице-президент Итак, значит, мы остановились на вечере пятницы Расслаблены после бесплатного халявного ужина от пансионата Как вы говорите с этим, как оно называется? Ну, входит в стоимость проживания Да И с вот этим, который еще бонусом идет от нас Да, и вот вечером люди сидят, смотрят на закат Солнце уходит в бассейн, как вы рассказываете, да, так красиво Это все как бы вечер перед субботой В которую... А, нет, некоторые отважные идут на дискотеку А некоторые... Некоторые идут даже купаться вечером на озеро Перешел дорогу, ты на озере Есть такие отчаянные, купаются в это время А что за озеро там? Грязненькое, чистенькое, торфяное? Грязненькие озера, хороший подход Там песочек со стороны пляжа Это... Ну, вернее, со стороны пансионата Там пляжик сделан у них То есть там такие купальни сделаны Хорошие Это все вечер пятницы Мы продолжаем про это говорить Да, да, да Какой-нибудь фейерверк Какой-нибудь фаер-шоу, вы говорили Оно будет не в пятницу, да? Да, оно будет не в пятницу Это все будет уже в конце субботы Потом люди идут Я думаю, гости копить силы на следующий день Это надо еще встать с утра Подождите, а некоторые же идут вообще на ужасный, на стриптиз Прямо вечером в пятницу? Или нет? Я уже даже после стриптиза говорю А, то есть это не помеха нам Я думаю Бойцам Так И вот запели, кто там, скворцы, дятлы Кто там у вас поет, большая некая И началось утро субботы Что дальше там, как? Какой распорядок дня? Ну, гости просыпаются, видят Стоит уже большая сцена Стоят палатки партнеров Стоят палатки нашей клубной Будет стоять палатки фудкорта Которые будут представлять пансионат свою кухню Вот И что у них есть? Просто погулять Просто сходить в бассейн, поплавать До начала программы они могут пользоваться Всеми услугами пансионата На массаж сходить Заняться своим Еще как бы Здоровьем Кто-то на капельницу после начала Да, кто-то может Чтобы еще следующий день пережить Вот То есть И где-то с 12 Начнется уже Движ Программа нашей Ну, завтрак Завтрак от пансионата Не забываем Да, да, завтрак будет Соответственно до 12 Свободное время Позавтракать Погулять Перевести дух Приготовиться Поплавать в бассейне Опять же В стоимость проживания Это входит Соответственно В 12 Начинается наша Культурная программа Мы уже готовы Кормить Встречать Гостей Гостей Которые проживают В пансионате Гостей Которые просто В субботу Решили Далеко Красиво Хорошо прокатиться И С поводом Слушайте А есть какой-то Какой-то ритуал У вас Из года в год Одно и то же Вот помните Может быть Бориса Князева Болика Бизи Райдер Знаменитый клуб Я помню Когда-то Очень давно Он начинался так Вот именно Кульминация Не кульминация Вернее А начало Борис Князев Открывал Огромную бочку Водки Да-да-да Выбивалась Из нее пробка И вот это Было начало Мы не говорим Мы не говорим О таких ужасах Сейчас Все в зоже Но тем не менее Может быть У вас тоже Есть какая-то Традиция Шампанское Разбить Голову Кому-нибудь Очень хорошая идея Мы пока еще Над этим Не подумали Нам вернее Никто пока еще Не подсказал Ну должно же быть Что-то такое Основное У нас есть Это тоже Как будут Призы Кто Первый Заселяется Кто первый Приезжает на мотоцикле В первый день Во второй день За все Ну такие Мы Учитываем И потом Люди поощряются Подарками То есть У нас Такие конкурсы Бочку Водки нам не потянуть Самый далекий гость Да Самый далекий Самый недалекий гость Проживающий Вечно там Да Мы даже знаем Наверное Кто это будет Итак 12 часов Первая движуха Началась Разогреваются Вот в фудкортах Какие-то там Шашлычницы Да Ну будет же Наверное Альтернатива Корюшке Конечно Будет шашлык Плов Все 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 меню Которое представлено На фестивалях И которое привычно В первую очередь Байкерам Но С другой стороны Мы как бы Позиционируем Наш фестиваль Открытым Для всех Категорий Тому Кто Смог Поднять Свой зад И приехать К нам На машине На чем-то Активных людей Которые Готовы провести Там Время на природе С нами Послушать музыку Повеселиться Не обязательно Это будут байкеры Но питание будет такое Что в основном Это будут солянки Щи похмельные Плов Сардельки Сосиски Ну То есть То что идет На природе Очень хорошо Продолжайте Звучит очень Да Я уже сам захотел Без гарниров Правда Вы говорите Ну Почему Гарниры Это тоже будут И картошки Будут фри Ну то есть Будет какой-то момент Когда вы выйдете На сцену Как руководители Мотоклуба Да В 13.30 У нас будет Официальное открытие Фестиваль И после этого Начнут играть группы Будут в перерывах Проводиться конкурсы Интересные конкурсы Которые Мы сейчас О всех Рассказывать не будем Но будут конкурсы Те которые уже Как бы Прошли свое Испытание И вот они остались Что-то новое Конечно будет Ну Будут те конкурсы Которые Интересны Для посетителей Полюбились уже Да полюбились Ясно Хорошо Понятно Если предположить Нечаянно Что вдруг Кто-то напился Стал себя плохо вести Сможете ли вы Такого человека Утихомирить Это я к вопросу О том Что если кто-то думает Я вот с детками бы съездил Но чертик знает Этих мотоциклистов Грубых Мы сами едем С детьми С маленькими И поэтому Понимаем все И На нашем мероприятии Мы стараемся Уже Ну Провести Безопасно То есть у нас будет Фирма Охранная Ну и соответственно Мы Как бы Не каждый Но вас же больше Чем два человека Да Конечно Есть кто-то сильный Физический Есть у нас Да мы Сами не слабые Ну что Что скрывать Вот Так что О безопасности При каких-то этих Конечно Это в первую очередь К нам Мы Постараемся Все решить Тут наверное В порядке шутки Все таки На самом деле Как бы Инцидентов наверное И не было Никак У нас не было И знаю На других фестивалях Такое бывает Я считаю Что у нас Одна из наших заслуг Что мы Проводим Ну так фестиваль Что у нас Этого не было Ну спасибо Конечно тем Посетителям Гостям Кто приезжает К нам Кто уважает Ну Кто ведет себя Неподобающе Это в первую очередь Неуважение К организаторам Если нас не уважают То как бы В следующий раз Они навряд ли попадут К нам Вы накладываете Физические санкции Если что Ну физические В том числе Все Можно быть спокойным Детям Вы намекнули На то что будут Аниматоры Что есть кому Позаниматься будет Вообще Что там сделать С детьми Если поставить задачу Детей вот так нафиг Отделить от себя А самим Пойти Дети в основном Будут Программа От пансионата То есть У них Будет Их аниматор Мастер-классы Кто проводит Это как бы Договоренность Блассеры Со собственниками То есть Для детей Там будет Занятие Да вы смотрели В прошлые разы Как это выглядит Нормально Там Там есть детские площадки Не ну Как бы Мастер-класс там Интересные Там просто территория Разделена так Что Площадка фестиваля Это как бы Вот там В одной стороне То есть Это не в одной куче Не 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 Это внизу И как раз Там и звук Не мешает И если кто-то Устал с детьми Там даже С колясочками Они пошли наверх Там спокойно Гуляют Тишина Да там даже Рельеф местности Позволяет Спокойно проводить Время с детьми А какой-нибудь Палаточный городок Вот многие Организаторы Фестивалей разных Это практично Да у нас Как бы Палаточный Городок Предусмотрен У него есть место Есть место Для Кто приезжает На трейлерах Ну дома на колесах То есть Это все Предусмотрено На самом деле Просто прохладненько И Их немного Тех желающих С палатками Но они есть С трейлерами В том году было Тоже Ну дома на колесах Приезжали ребята Ставили домики То есть Было все хорошо Палатки стояли Палатки стояли В этом году Погода еще более Хорошая Намечается Потому что Дай бог вам Спасибо Не конечно Да у нас Фестиваль Зависит очень много Ну от погоды И мы Как бы Молим бога Наверное Чтобы погода Нам Слушайте Если вдруг Ну вот не повезло Вот идет дождь Всю дорогу Там есть Хоть где-то Спрят Ну вообще Мы как бы На случай Непогоды Совсем Большой Была договоренность С организаторами Что мы Можем переместиться Конечно В этот спортзал Но Конечно Это уже Будет Нет Понятно Что этого не хотелось Это уж так совсем На всякий пожарный План Б Да План Б Он был у нас Первый фестиваль Предусмотрен Вот Вплоть до того Что там и музыку Ну короче Будем решать Пока у нас все Складывается Вот я сейчас Смотрю просто На программу с погодой Пятница 16 А нет Пятница 17 Суббота 20 Воскресенье 22 градуса Это вы проплатили Яндексу У нас весь май хороший И слава богу Что эти выходные Тоже Хорошо Давайте К вкусному и сладкому Значит В пятницу Понятно Такая Так себе Для раскачки Суббота В 3 часа дня Или в 13 Ну не суть важно Днем Вы объявляете об открытии Начинается Начинает играть музыка И какие-то конкурсы И так далее А ближе к вечеру Есть какое-то завершение вечера Какой-нибудь фейерверк Там Я не знаю Полет на воздушном шаре Ну что-нибудь Ну я бы сказал даже лучше У нас Третий год подряд Будет выступать Театр огня Из Пскова Бархейн Вот Ребята Привозят очень классную программу Каждый год новую Потому что наш фестиваль Один из первых Майский Вот И поэтому Они за зиму Подготавливаются Подготавливаются Новинки все у нас Ага По Файер-шоу Давайте о печальном тогда Сколько стоит Ну это совсем не печально Считаю Стоимость Кто приезжает В пятницу Стоит билет Тысячу рублей Кто приезжает В субботу Билет стоит Семьсот рублей Вот То есть Это Я не знаю Настолько это печально Стоимость парковки Практически Парковка есть же Парковка Она бесплатная Она охраняемая На территории То есть Ну безопасность Мы обеспечиваем Мотоциклы Все То есть Ты как бы Приехать туда За семьсот рублей Получить столько Это не деньги Не деньги Не спорим Да Еще хотел сказать Ну это же Один из первых фестивалей Когда можно Встретиться с друзьями Которых В общем-то Давно не видел Да Обсудить планы на сезон И хорошо отдохнуть При этом Слушайте Вы же МС У вас строгая Там иерархия Дисциплина внутри Там В это не вдаемся Но по факту Могут же быть Какие-то у вас Ну скажем Неприятия Каких-то клубов Например Или там еще чего-то Или вы вообще Распахнуты для всех Какая у вас В этом смысле Политика Можете не отвечать Если это такой вопрос Секретный Да нет У нас Нету никаких Как бы Конфликтных ситуаций С какими-то МС-клубами У нас ровно Со всеми Как бы Или дружба Или конфликтных ситуаций У нас ни с кем нет И мы всех ждем То есть кто-то может просто Ну не приехать По каким-то своим соображениям Да По своим соображениям Может у кого-то будет У каких-то клубов Там свои будут Кто едет Кто не едет Но он Из-за того Что за какой-то Конфликтной ситуацией С нами Кто-то не приехал Такого не может быть Ну то есть Когда вы Ставите охрану На въезде Подъезжают Там условно Ночные волки Вы говорите Нету всех можно Кроме волков Или наоборот Вот только волкам можно А никому больше нельзя Слушайте Ну это мероприятие У нас открытое Открытое За обеспечение охраны Ну мы Сами отвечаем Вот А что практика показывает Приезжают Клубные друзья ваши Конечно Нам много клубных друзей Приезжает И с Москвы приезжают МС клубы МСС клубы В Воронеже приезжают Какая-то география Уже примерно понятна Ну с Эстонии вот приедут Не только с нашего отделения С эстонского Приедут и Другие клубы МС клубы Латышские клубы будут С Финляндией может Кто приедет У кого есть возможность Приехать сейчас То есть В этом году На самом деле С Эстонии Кто пробивался И они все ищут Через фейсбук Нас А в последнее время С фейсбуком Сложности Сложности Да И мы как-то там Меньше делаем рекламу И буквально вчера зашел Там пишут Я всех ответил Сегодня они уже Мне отписали Что все забронировали Все хорошо А сколько вообще Мест в этом пансионате Ну если С комфортом пожить Номерной фонд По-моему Где-то в районе 100 или 120 номеров Ну соответственно Мест больше По два По два минимума Да-да-да Ну в принципе Не очень много Честно говоря Да Ну конечно Да Это Не много Ну посмотрим Может пансионат Расстроится К следующему году Посмотрят Раз такое дело Надо еще Да-да Надо из-за байкеров Расстроиться Ну Сейчас Загородный отдых Он очень востребован И У них как бы Проблем нет с этим С расселением То многие хотят Поехать Отдохнуть Есть какие-то Скрытые проблемы О которых вы умалчиваете Но они вот могут всплыть Например Какие-то особо Злобные комары Налетают туда На нерест Да нет Еще Камарина пора не наступила Вот Она наступит попозже Вот Так что Все хорошо у нас будет Приезжайте Увидите Да Хорошо Итак В субботу вечером Файер-шоу Правильно? Да Что у вас там по расписанию? Файер-шоу Заканчивается программа Но Мы бы еще Может повеселились Но все-таки Там населенные пункты И Многим может не понравиться После 12 А по музыканту Ну что у нас У нас потом Еще дискотека Но это для тех Кто Живет на территории пансионата Вот Дискотека Потому что Всех гостей Мы не сможем Принять в пансионате И обеспечить безопасность Вот Дискотека будет Но для проживающих В отеле И в палаточном лагере То есть имеется ввиду Что на фестиваль Могут прийти Жители соседних там Сел Поселков Хуторов Городков И так далее И вот эта вот Вся публика По окончании событий Да Они расходятся По домам Да А те кто вот Именно там поселились Те еще там Кто живет В номерном фонде Живет в палаточном лагере Там будут Разные Браслетики По категориям И мы их отсеиваем Кто этот Кто этот Ну Давайте Две минуты у нас осталось Давайте еще раз Подведем итог Значит В эти выходные Послезавтра Начинается В пятницу Да Суббота Воскресенье В Ольшаниках Это неподалеку От первомайского На карте найдете Пройдет Фестиваль Корюшка партия Представители Организаторов Вернее Сами организаторы Здесь у нас сегодня В студии И стоит это все дело Если на все три дня Приехать Тысячу рублей Если на второй день На субботу Прямо приезжаем То 700 Правильно Запомнил Да Все верно Билеты можно купить И на сайте Там партнеров Или на месте Приехать Да Или на месте Можно купить билеты И не приехать Подержать клуб Можно и так Наверное Да Ну и Собственно Гарантируется Хорошее настроение Вкусная еда А главное Корюшка Да Это же все таки В основе Да Это как бы Бренд Северо-запада Так скажем Да У Финского залива Мы как бы Выбрали Это давно Этот фестиваль Задумали мы Конечно Давно В 2014 году Первый раз провели Вот И Мы этот бренд Стараемся поддерживать Тут другие фестивали Позже С Корюшкой Начались Ну да Так что Ну а те кто смотрит Видеотрансляцию Могут видеть Двух здоровенных Мотоциклистов Прямо пышащих здоровьем Потому что на Корюшке Взращенные Да Взращенные Спасибо Спасибо вам что пришли Спасибо Да и всех приглашаем Да всех ждем у нас на фестивале До свидания Спасибо До свидания Моторадио представляет